Мы начнем говорить, пока все подтянутся, может быть, мы что-то успеем. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы в начале, то я готов попытаться ответить. Всегда говорю попытаться, потому что не всегда можно ответить. Уважаемый Ефим Богомольный спросил, какое значение или какое место занимают в структуре Меркава, Колесницы, те золотые ангелы, которые стояли на крышке ковчега. И это вопрос настолько правильный, что я удивляюсь, как он у меня у самого не возник. Но вот я ищу на него ответы. Я не могу найти пока. Потому что получается, что это совершенно нечто другое. На этих ангелах, как мы увидим в дальнейшем, как раз и прибывает щена. И в какой-то момент в виде вот этой Колесницы, о которой мы говорили, она на этих ангелах зиждется. И она с них потом уходит в изгнание. Так что пока этот вопрос для меня остается закрытым. Ищу, как с этим справиться. Я напоминаю, что мы с вами находимся в книге Ехискеля, пожалуй, в самом трудном пророчестве и с точки зрения мистической, и с точки зрения морали, тех принципов морали, которые вводит Ехискель, и с точки зрения Галахи, с тем, что сталкиваются мы мудрецы при описании третьего храма, который приводит Ехискель. И мы знаем с вами, что мудрецы периода второго храма, начала второго храма, те, кого называют аншейхныши, были люди Великого Собрания, они занимались канонизацией текстов. То есть после возвращения из Бавеля отбирали те тексты, которые следует признать пророческими, те тексты, которые просто нужно признать, как дело рук или, скажем, дело творчества мудрецов Торы, но не обладающие пророческой основой. Это канонизация текста. Мы знаем, что у нас в конце концов возникло 24 книги, включая пяти книжия, те книги, которые относятся к пророкам. Этим занимался Эзра, которого называют Эзра Асофер, Эзра-книжник, то есть это название не случайно. Он занимался сохранением той традиции, которая существовала до изгнания, и теми слитками, которые принесли из изгнания. Он был учеником Еремиягу, а Еремиягу, если так можно сказать, он редактор всех пророков до изгнания Бавель. То есть через него прошли все пророки. Естественно, что мы можем легко себе представить, что Еремиягу действовал не просто как мудрец, как человек, на котором пребывает Божественный Дух, но тем не менее, если бы было принято в книгах пророков писать редактора, то редакторам записали бы, не записали бы Еремиягу. Эзра Асофер, мы знаем, он учился у Баруха бен-Нури, который учился у Еремиягу, и перенял у него всю традицию. Это позволило ему канонизировать, отобрать те тексты, которые читаются пророческими. Я начал об этом говорить, потому что мудрецы сомневались, стоит ли внести в канон книгу их из Кирилля. И не потому, что у них были сомнения, что эта книга несет в себе пророческий дух и написана пророческим духом, а потому, что в ней очень много сложных моментов, часть из которых, как представляется, на первый взгляд, противоречит Галахе, особенно те места, которые связаны с жертвоприношением в Третьем Храме, они кажутся противоречащими Галахе и одежды кавенов, и то, как приносятся жертвы, и те места, где они приносятся. Но в конце концов было принято решение оставить эту книгу для потомков, то есть для нас с вами. И это великое счастье, на мой взгляд, потому что, как мы с вами говорили, это, по крайней мере, основа всей мистики еврейской, и это представление не только структуры, но и представление о Третьем Храме. После этого введения короткого, которое как бы напоминает нам, что мы занимаемся с вами самой трудной книгой, мы перейдем с вами к тексту с вашего разрешения. Я сейчас подниму, постараюсь поднять текст. Вот я пишу share screen, и он мне не дает текста. Не дает мне поднять текст. Секунду, еще одну секунду. Я вроде здесь как бы хозяин, но не дает мне поднять текст. Я боюсь, что мне придется читать текст, и вам придется воспринимать на слух, если кто-то не успеет. Бывают такие проколы, что вдруг он не дает поднимать. Да, бывают такие проколы. Пожалуйста, он мне предлагает и видео, и все. Сейчас, секунду. Я сейчас попробую еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Но если мы не справимся в ближайшие минуты, то... Меня уводит куда-то в облако. А вот share не дает. Окей. Ну что, тогда я с вашего разрешения буду читать текст, и придется вам воспринимать на слух. Хорошо? То есть, как бы спрашивать даже бесполезно, потому что мы с вами в вынужденном положении. Ничего другого я сделать не смогу, наверное. Так. И вот секунду, 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 секунду. Секунду. Да. Мы с вами были в третьей главе. И здесь Всевышний объясняет Ихискеэлю, что на него, как на духовного руководителя, возлагается ответственность за все поколение и за отдельных людей. Можно помнить, что он был перенесен из того места, где он находился в окрестностях Тель-Авива со своими учениками, был перенесен в Тель-Авив и пришел в город и сидел 7 дней на площади, и никто не обратил на него внимания. После этого Всевышний обращается к нему и говорит. И было по истечении 7 дней. Еще в скобках я напомню, если это можно, что урок посвящается памяти и возвышению души. Люба Бат Михаэль, Лизерсон Мешков, моей жены, которая 9-го лета в этом году ушла из жизни. И теперь мы с вами продолжаем. После того, как Ихискеэль задел 7 дней на площади, ему говорит Всевышний. «Было слово Богу ко мне, чтобы сказать, сын человека, поставил я тебя дозорным дома Израиля, и услышишь ты из уст моих слова и предупредишь их, чтобы боялись меня». У меня вопрос. Вы текст не видите? Нет? Текст на экране? Не видно. Нет. Ну, так придется нам так. Да, я прошу. Вот. Мы с вами говорили, что пророк подобен тому человеку, который стоит на стене города или на башне, в то время, как люди вышли работать в поле. И все уже знают, что где-то в стране находится враг и приближается, и он должен подать сигнал, если он увидит что-то подозрительное, какое-то войско или воинов, которые движутся и приближаются к городу, он должен разрубить в шафар, для того, чтобы все успели спрятаться, войти в ворота и спрятаться за стенами города, те, кто вышел в поле работать. Вот на такого человека похож пророк. Можно сказать, что на такого человека похож, должен быть похож не только пророк, но и тот, кто стоит во главе общины или стоит во главе всего народа Израиля. Хочет он или не хочет, он должен угадывать ту опасность, которую подстерегает народ и духовную опасность также следует видеть и следует предугадывать. Такая духовная опасность, ее часто можно различить. Недостаточное изучение Торы, поверхностное изучение Торы, недостаточный образовательный уровень в народе, утрата, так сказать, мыслительных способностей из-за того, что дети не развиваются. Все это может быть важно, и на все это должен обратить внимание руководитель народа. Дозорный, тот, кто предупреждает об опасности, и должен постараться исправить положение дел. Если сказал я злодею, непременно умрешь, а ты не предостерег его заранее, и не говорил, чтобы предостеречь злодея от пути дурного, чтобы был он жив, он, злодей, за грех свой умрет, а кровь его с тебя защитит. Когда Всевышний говорит злодею непременно умрешь, мы знаем, что возможно, он и заслуживает смерти сейчас и в данный момент, мы знаем, что милость небес велика, и любое постановление небес может быть отменено. И задача пророка прийти к такому злодею или к людям, сбившимся с пути, и указать им на их недостатки или их неправильные дела. Если он это сделает, то все зависит от них, послушают они его или нет. Но в любом случае он исполнил свою обязанность и грех не ложится на него. В этом случае... Разве? Извините, я вас прерву. Да, разве. В чате люди жалуются, что они не могут войти почему-то. Они не могут войти, потому что я их не пустил сейчас. А мне этого не видно. Я думаю, что я... Очень трудно справляться. Большое спасибо. Смотрите, дайте мне тогда сделать меня постом, и я буду пускать. Если бы я мог это сделать сразу... Смотрите, поставьте на мое имя в партификансе, в участниках, поставить на мое имя нужно курсор. Там есть слово MOA, и там есть возможности сделать кохост. Мейк хост, мейк кохост, я вижу, да. Пожалуйста. Тогда, если кто-то будет это самое... Появляться, я постараюсь пустить. Да, пожалуйста. Я очень-очень рад, еще благодарен за подсказку. Вот, а мы с вами тогда... Спасибо. То, что мы здесь с вами видим или читаем, перекликается с торой. В главе «Душим» говорится, «Поучай своего ближнего, и ты не понесешь за него грех». Естественно, что «Поучать» это очень сложное дело, нужно не вызвать раздражение у человека. Иногда, как, опять же, Нехама нам здесь подсказала, что иногда лучше и промолчать, но это, видимо, не... Лучше и промолчать, чтобы не вызвать просто раздражение у человека, который все равно не поймет, говорят, мудрецы разбирают, до какого момента есть заповедь получать. Есть разные мнения. До того момента, пока не отвернутся от тебя, до того момента, пока не замахнется на тебя, до того момента, пока не ударит тебя. Это разные мнения мудрецов, до какого момента нужно получать. Опять же, здесь я знаю, что многие пытаются что-то взять для себя конкретно, как конкретное руководство к действию, нужно понимать, что все такие заповеди, по сути мудрецов, это только некоторый ориентир, а в жизни все бывает иначе, и в жизни, пользуясь теми ориентирами, которые дали мудрецы, нужно представлять себя, как правильно вести. Но в любом случае, есть иногда обязанность промолчать и не говорить, если заранее знаешь, что человек не примет, рассердится, но это не случай Хискеева, у него есть божественное поведение, обращаться и говорить о тех недостатках, которые есть. Теперь, почему вдруг возникает эта посылка, которая представляется общей и не связанной с тем повествованием, которое мы вели до сих пор, о рассказе об изгнании, о свойстве изгнания, о том, как Всевышний управляет миром и не оставляет его даже в изгнании. Почему вдруг возникает эта посылка? У этого есть свое объяснение. Всевышний готовит Хискееля к разрушению храма, которое, наверное, почти неизбежно на данный момент исправить все те недостатки, которые существуют в народе. Убедить сыновей Израиля отказаться от бунта против Невокубницара, покориться ему для того, чтобы сохранить Иерушалай и храм, видимо, это почти и почти невозможно. Теперь речь идет здесь о том, что произойдет после разрушения храма. И мы можем представить себе, что аналогичные проблемы, проблемы аналогичные тем, которые были после разрушения храма, были у еврейского народа после катастрофы в период Второй мировой войны, годы Второй мировой войны. О чем идет речь? Естественно, что когда происходит величайшая трагедия, то многим начинает казаться, что Всевышний не властвует в мире и что он отошел, отобинулся от мира и отдал сыновей Израиля в руки других народов. Что теперь? Теперь могут быть самые разные выводы, теперь бесполезно соблюдать заповеди, теперь бесполезно верить в милость Всевышнего. Мы знаем, что даже пророк Еремиягу убрал один из эпитетов Всевышнего – Гадоль, Великий. То, что указывает слово Гадоль, Великий, указывает на милость Всевышнего. Так вот, как же можно увидеть милость Всевышнего? То есть разрушение храма влияет на людей и даже на праведных людей. И вот они, некоторые люди, оставляют соблюдение заповедей. В нашей истории таким примером является Ильша Бенавуэ, также аналогичная ситуация трагедии еврейского народа, поражение, восстание Баркулба, бесконечное пролитие крови и убийства, расправа над лучшими сынами и сыновей Израиля, расправа над мудрецами Торы. И вот про Ильша Бенавуэ есть великого мудреца Торы, который оставил соблюдение заповедей. Есть, приводятся две причины, почему он оставил соблюдение заповедей. Мы возьмем ту причину, которая приводится в трактатике души. Он увидел язык раби Хуцпит Метругиман, раби Хуцпит, переводчика, который свинья волочет по земле. Совершенно ужасная история великого мудреца. Римляне казнили, но не удовлетворили с этим, разрубили его на куски и бросили свиньям. И вот свинья волочет его язык. То есть тот язык, который отличался красновечием, который, как говорят, источал жемчужины Торы, его именно язык волочет свинья. И тут Ильша Бенавуэ, увидевши эту картину, сказал, наверное, есть две власти. Есть власть добра и есть власть зла. А если это так, то нет смысла соблюдать заповеди, он оставил соблюдение заповедей. Величайший мудрец с глубочайшим пониманием и законом Торы и свойствия Вишнего, он после поражения в остании Баркова оставил соблюдение заповедей. Это пример того, как даже самые правильные люди, самые мудрые люди, находясь в состоянии потрясения, как вы сегодня сказали, шока, они могут прийти к выводам, которые, в общем-то, Тора не разрешает делать. Тора повелевает в любой ситуации сохранять веру в то, что Всевышний один, что в мире только одна власть. И никому Всевышний эту власть не передает ни ангелам, ни земным царям. И, как свидетельствует первое видение Ихисхиэля, видение Колесницы, Всевышний управляет всем, его дух или его желание присутствует повсюду и действует мгновенно, не оставляя ангелов, которые покровительствуют народов мира, ни на секунду, ни на мгновение не оставляет их, чтобы они действовали самостоятельно. И мы понимаем теперь проблему, почему вдруг Всевышний заговорил о злодеи, о злодеи, неожиданно, злодей этот, он назван злодеем, потому что он оставил соблюдение заповедей, но причиной является потрясение, потрясение шока. Тогда мы понимаем, о чем идет разговор с Ихисхелем. То есть пророки, мудрецы, торы, они как бы должны понимать проблемы народа и проблемы каждого человека, знать их и уметь разговаривать с людьми и уметь, по крайней мере, попытаться вернуть людей к торе, к соблюдению заповедей. Мы знаем, что многие мудрецы торы после Второй мировой войны занимались этим, пытались самим людей к соблюдению торы. Для этого нужно было уметь разговаривать и уметь что-то сказать. Скажем, примером, в качестве примера можно привести рассказ о Рабе Сильвере. Раб Сильвер был в должности бригадного генерала послан, сразу же после войны послан в Польшу от американского правительства для того, чтобы выяснить состояние евреев в Польше уже после окончания Второй мировой войны. И вот один из рассказов, который приводится в книге «Анхидет край. Неуслышанный крик», рассказывающий о Раф Байсменделе, у нас, к сожалению, нет возможности охватить все, рассказывает о Раф Сильвере, что он встретил человека, который оставил в соблюдении торы, и спросил его, почему. Он объяснил ему, что он был в концлагере, и он каждый день наблюдал такую картину, что человек, у которого был тфилин, он давал другим одеть тфилин, исполнить свою обязанность, одеть тфилин, и за это он брал кусок хлеба. И сотни людей в день отдавали ему свой кусок хлеба. И он говорит, куда же смотрел Бог, когда этот человек отбирал последнее, то, что было у других, а те стремились к святости, стремились одеть тфилин даже в таком состоянии, в таком положении. На что Раф Сильвер ему сказал, ты увидел одного, который поступает бесчестно и жестоко, но ты не увидел сотню людей, или сотни людей, которые готовы отдать последний кусок хлеба за то, чтобы наложить тфилин, за то, чтобы исполнить свою обязанность. Это пример, как можно задеть человека, постараться изменить его взгляд на вещи после того, как он пережил действительно крайне тяжелые события. Но главное то, что наша задача понять текст. И мы с вами видим, что это посылка, что я сказал, владею, непременно умрешь. Она здесь имеет свое конкретное значение, что после катастрофы даже праведные люди оставляют законы, оставляют соблюдение законов Торы, и ты должен обратиться к ним, найти ключ с ним. Если ты выпытаешься это сделать, ты не виноват. А если нет, то ответственность на тебе, ты не можешь молчать, ты не можешь не говорить с людьми, как мудрец Торы, как человек, обладающий пророческим даром, не можешь промолчать. Вот злодей, комментарий, да, отца Флин, говорит нам, что речь идет конкретно о тех, кто утратил веру, даже не о тех, кто утратил веру, а о тех, кто, будучи подавлен горем, решил, что после разрушения храма нет обязанности хранить союз. Нет обязанности соблюдать. Кстати, Всевышний разрушил Станину, сбросил народ. Так зачем же соблюдать заповеди сейчас? А могут быть самые разные соображения. А может быть, соблюдение заповедей в таких условиях, оно только раздражает Всевышнего, ведь он же бросил народ. Зачем было же пытаться искусственно поддерживать эту связь? Он отдал власть, во власть других народов, а те поклоняются идолам, и мы живем среди них. Значит, мы тоже должны поклоняться идолам соображений. Может быть, сколько угодно, бесконечно, ты должен затронуть, постараться, по крайней мере, затронуть людей, показать им ошибочность их мнения, и главное, зародить в них надежду, что их знание не будет вечным, что народ не исчезнет из знаний, и Всевышний не разорвал свой союз. Мы тоже можем заметить, что когда Всевышний говорит, ты непременно умрешь, злодею, то речь идет не о том, что он будет наказан земным судом. Земной суд не может знаний выносить смертные приговоры. Речь идет о том, что называется в Талмуде смерть от руки небес. То есть Всевышний говорит злодею, что он умрет, так или иначе, или посылает ему знак, или говорит пророку о том, что злодей умрет. И имеется в виду, что произойдет несчастный случай, что даже если у человека есть заслуги, они перестанут его охранять. Обычно заслуги охраняют человека, охраняют человека, даже если он оступается и совершает ошибку. Но не в том случае, когда человек отказывается от своего прошлого, то есть совершает как бы чугу наоборот. Отказывается от всего хорошего, что он делал раньше, по тем или иным соображениям. Не видит смысла в том, что он делал раньше. Тут заслуги перестают защищать человека, и ему небеса выносят смертный приговор. И еще раз мы напоминаем, что задача пророка – говорить со всеми людьми. Возможно, он не должен, и Хискель должен был понять, что он не должен гоняться за каждым и каждым и проверять, соблюдая ли каждой заповеди, или он оставил соблюдение заповедей. Он должен знать, что это явление распространено в народе или может распространиться в народе после разрушения храма. И говорить с людьми, обращаться ко всем, как дозорные, предупреждающие об опасности, говорить им, что нельзя оставлять заповеди из-за того, что разрушен храм. Что, что разрушен храм, и народ без знаний, это не свидетельствует о том, что Всевышний разрушил союз, союз Всевышнего с народом вечный. Такие слова он должен говорить людям, и тогда он будет похож на того дозорного, который стоит на стене, и трубит, и предупреждает об опасности. И люди слушают звук шафара, и они собираются в защищенное место. То есть, как бы, да, мы видим вот этот, представляем себе, какая обязанность возлагается на пророка, и почему Всевышний обращается к нему с такими словами. Дальше мы с вами читаем в 19-м предложении 3-й главы. А если ты предостерег злодея, а он не остановил своего злодейства и пути своего дурного, то за грех свой умрет он, а ты спасешь душу свою. Мы представляем уже, о чем идет речь. Обязанность пророка больше, чем любого другого человека, увещевать, предупреждать, обращаться с речами и наставлениями ко всем. А когда праведник оставит праведность свою и совершит беззаконие, то поставлю препятствие перед ним, и умрет он, а поскольку ты предупредил его, в грехе своем умрет он, и не останется памяти о праведных делах его, которые он совершил, а кровь его с тебя защищу. Неожиданный переход к праведнику, который оставил праведность свою, в сущности речь идет о том же самом человеке, и это предложение является пояснением предыдущего предложения. Скажу злодею, что он умрет. А тут, когда праведник оставит праведность свою, то же самое. Это тот, кто выше назван злодеем. Здесь он охарактеризован как праведник, который оставил праведность свою, бросил праведность свою. Что добавляется в этом предложении? Когда он совершит беззаконие, человек не сразу, может быть, становится на путь слабейства, ему тяжело, он о чем-то думает, и вот он первый раз совершает какое-то преступление. Ну, грубо говоря, скажем так, в качестве примера, есть некошерное, не перестает молиться. Всевышний говорит, я его предупрежу, то есть поставлю перед ним препятствие. Он споткнется. То есть что-то произойдет, не произойдет. Человек обязан анализировать, что происходит с ним, и думать, почему это произошло. И вот как только он оставит соблюдение заповеди, с ним что-то произойдет. И он должен понять, если не поймет, умрет он. То есть придет к своему концу, если он не поймет этого первого предупреждения. А поскольку ты не предупредил его, в грехе своем умрет. Если не предупредил, то он умрет в грехе, и ты не останется в памяти о праведных делах его. То есть праведник, который отступил, праведник, который оставил праведные дела, и после первого же предупреждения Всевышнего не вернулся к ним, а в памяти его праведных делах сотрется. А кровь его с тебя взычу. То есть очень тяжелая, очень тяжелая судьба пророка или мудреца, руководителя поколения, у того, кому даны силы увещевать, тому, у кого силы даны говорить. Нужно сказать, что, опять же, здесь нету ничего необычного, никакого как бы ухода от общей идеи Торы. Тора возлагает ответственность на людей, которые стоят во главе народа, в данном случае на пророка. возлагает ответственность за поведение других людей, за грехи других людей. Даже если они не знают об этих грехах, даже если эти грехи содержаются где-то в темном месте, в темной комнате, все равно в какой-то степени ответственность лежит на руководителей, на руководителей народа, потому что они отвечают за дух народа, за дух народа и за тот моральный уровень, который есть в народе. Примером в Торе, скажем, такой ответственности может быть рассказ в книге Дворим о том, что называется, «Игла Аруфа». Если человек найден в поле, измеряют от него расстояние до городов и тот город, до которого расстояние меньше всего, мудрецы этого города должны выйти к реке, они должны проломить голову Телицы, омыть руки ее кровью, потом опустить руки в реку и сказать, нет на нас греха, нет на нас этой крови. Что произошло? Человек найден убитым. Почему-то мудрецы идут, и Тора обязывает их оправдывать себя, сказать о том, что они не виноваты, омыть кровь с рук, как символ того, что они не виноваты, почему на них может пасть подозрение? Потому что если человек вышел из города и на него набросились разбойники, скорее всего, он вышел поздно вечером. И вполне возможно, что его не оставили ночевать, не накормили, не предложили ему остаться, не проводили его. Все это привело к тому, что его убили. А почему его не накормили? Почему не оставили ночевать? Почему не проводили его? Но причина одна. Люди этого города, так сказать, плохо воспитаны. У них плохие или недостаточно высокие моральные качества. Кто за это отвечает? Мудрецы города, мудрецы Тора. На них лежит ответственность. В данном случае они обязаны как бы оправдать себя, это коровы, некоторые подобные жертвы. Но в принципе мы видим, что проразглашается ответственность мудрецов и учителей за моральное состояние, которое есть в городе, там, где они являются членами суда, там, где они обязаны учить и просвещать народ и возвышать его моральный уровень. Так что мы здесь видим, что как бы ничего необычного нету, просто образ такой и предупреждения к Ехискееру связаны с конкретной ситуацией. А если ты предостерег его, читаемый в 21-м предложении, его праведника, чтобы не грешил праведник, и он не согрешил, жив будет, потому что остерегся, а ты спасешь душу свою. То есть нужно разговаривать с людьми, этих людей, которые или совершили преступление, оставят соблюдение заповедей, или стоят на пороге преступления, их можно назвать злодеями, их можно назвать праведниками, все равно выход или, скажем, решение или повеление Всевышнего, оно одно, говорить с этими людьми и предупреждать их. О чем предупреждать? Мы понимаем. О том, что союз вечный, о том, что в изгнании Всевышний не оставил народ, о том, что будет возвращение в землю Израиля, о том, что будет отстроен храм, и нету ни у кого права оставить соблюдение заповедей, традиции, изучение Торы, воспитание детей в духе Торы и так далее, и так далее. «Была там на мне рука Бога и сказал он мне, читаемый 22-м стихе «Стань, выйди в долину и там я буду говорить с тобой». Мальбим отмечает здесь, что почему Всевышний не разговаривает с Ихискелем в городе, вроде как бы, что обычно, точно не знаем из исхода из Египта и из, так сказать, отношений Всевышнего с Маше. Всевышний не говорил с Маше там, где есть идолы, непосредственно он не обращался к Маше, говорил Маше выйти, выйти из города. Всегда это или получалось, или не всегда, трудно сказать, но во всяком случае такая тенденция не говорить с пророком там, где есть идолы. А здесь что? Это же город Тель-Авив, город из знанников, там нету идолов, нету никакого поклонения божествам. Почему нужно выйти за пределы города, почему Всевышний не хочет говорить в городе? По одной простой причине, потому что Египте сидел там семь дней на площади и никто не заговорил с ним и не обратил внимания, все занимались своими делами, никому не было дела до пророка, все знали, что он пророк, сидишь, ну и сиди. И Всевышний рассержен не хочет говорить с пророком в городе Теравив и выводит его за пределы города. И была там на мне рука Бога и сказала мне встань, выйди в долину, то, что мы прочитали с вами, дальше продолжаем. И встал я и вышел в долину, и вот там раскрывается величие Бога, подобное величию, которое я видел в Экикивар, и упал я на лицо свое. Вновь он и Хискель видит видение, точно такое же видение, о котором он рассказал в первой главе, видит его за пределами города. Почему можно представить себе, рассказывает это видение Всевышнего, для того, чтобы сказать, что он по-прежнему с ним, божественное присутствие с божественным присутствием с сыновьями Израиля, несмотря на то, что они рассердили его, или, скажем, не с сыновьями Израиля, божественное присутствие, а божественное присутствие с пророком. Оно будет поддерживать его, и оно будет вкладывать ему слова об уста, и он должен будет обращаться к сыновьям Израиля, но божественное присутствие, оно больше с пророком, нежели чем с сыновьями Израиля, которые не и захотели обратить на него внимание. И вошел у меня дух, и поставил меня на ноги, и говорил со мной, и сказал, иди, закройся в доме своем. Никто не хотел обратить внимания, когда Ихискель сидел на площади, и теперь какое-то пророчество, какое-то видение или какое-то повеление будет ему дано, когда он будет находиться в доме своем. Мы понимаем, что речь идет о доме, там, где Ихискель жил со своими учениками в некотором отдалении от Тель-Авива. То есть там он будет находиться, и там ему будет велено дать знак сыновьям Израиля. С нами Израиля не удостоились того, чтобы пророчество, божественное присутствие, божественные видения раскрывались в их среде, пускай не для них, а для пророка, но если пророк находится в их среде, то, безусловно, влияние его, как бы, отблеск, этого божественного присутствия, которое раскрывается через пророка, его удостаиваются все, он затрагивает все души. Но поскольку не обратили на него внимания, теперь он уходит, и божественное присутствие будет раскрываться для одного него. И 25 стих нам говорит так, и ты сын человека, вот набросим на тебя веревки, и скажут тебя имя, и не выйдешь ты к ним. Сейчас повеление противоположное, там повеление было общее, говорить, разговаривать, наставлять. В основном, скажем, это повеление, оно как бы и сейчас, оно действительно, но оно общее повеление, и больше оно относится ко времени после разрушения храма, после разрушения храма, когда люди будут потрясены. А сейчас, сейчас, на данный момент, когда они не захотели тебя слушать, ты забрешься в доме. Если ты захочешь выйти, обратиться к ним, наставлять их, рассказать им, люди, послушайте, тебе не дадут. Вот набрось на тебя веревки, свяжут тебя имя, и не выйдешь ты к ним, никто не будет на него конкретно набрасывать веревки, никто его не будет связывать. Просто божественная сила не позволит ему выйти, обратиться к людям, если те видения, которые ему будут даны, или те предсказания, которые ему будут даны, пробудят его сердце желания, тут же моментально заговорить с людьми, пытаться убедить их, пытаться увещевать их. Нет, этого не будет. Ты сейчас будешь в доме. То есть мы понимаем, что еще раз то повеление, которое было дано, оно общее и относится в основном ко времени после разрушения храма, мы как бы в дальнейшем сможем это с вами доказать, увидеть это. А вот сейчас дается повеление только знак, только знак, который будет дан через тебя, и ни о чем ты не сможешь говорить. И когда будут говорить с тобой, открой уста твои и скажешь им, если они придут, если они обратят внимание на то, что ты делаешь, на те знаки, которые ты даешь, если они заговорят с тобой, тогда я открою уста твои и ты скажешь им так, «Так сказал Бог всесильный». И тот, кто будет слышать, услышать, услышать, а тот, кто откажется внимать тебе, откажется, ибо дом продавщиков они. То есть мы видим, что здесь как бы картина, она каждый раз другая, да, или повеление, а одно дополняет другое. Сначала я тебе не дам говорить, потом ты скажешь им, но в каком случае, только если они обратятся к тебе, и ты скажешь им так, сказал Бог всесильный, объяснишь им все, все, что тебе было сказано Всевышним. Ну, мы с вами как бы закончили третью главу. Мы сейчас остановимся, оставим немножко времени на вопросы. Теперь то, что я хотел бы сказать в заключении, еще раз напомнить, что, на мой взгляд, наша главнейшая задача – это прочитать текст. Дальше можно делать выводы, можно расширять, можно проводить аналогии с нашим временем и так далее, и так далее. То, что я пытаюсь немного сделать, но дальше можно заниматься расширяющей работой. Прежде всего, нужно прочитать текст. И мы с вами, в общем-то, если говорить о народе, всем целиком, мы не можем прочитать текст, мы не понимаем, о чем идет речь. Хотя, в общем-то, в принципе, конечно, это требует работы, но в общем-то, в принципе, все расписано. И можно при определенном усилии понять, о чем говорит пророк. К великому сожалению, существует такое мнение среди израильтян особенно, поскольку в Израиле говорят на иврите, естественно, что пророки – это все очень понятно. Читаешь, и все понятно. Ну, конечно, понятно. Конечно, понятно, если на секунду не задуматься, кто такой злодей, кто такой праведник, почему это вдруг сейчас появилось. Когда нужно молчать, когда нужно говорить, когда нужно молчать и так далее, нужно прочитать как-то текст. Здесь я как бы остановлюсь, и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов попытаться ответить на них. Я хотела спросить, какое ваше мнение, вот этот длинный, сложный процесс, который Бог заставляет пророку пройти, это способ как-то воздействовать на окружающих или это еще и способ как-то воздействовать на него самого, что-то в нем изменить, как-то его воспитать, ну, может быть, воспитать, я не знаю, как правильно. Я понимаю, да. Иногда так, иногда так, мы видим, что… Вот в данном случае это про Хискеля, потому что с ним как раз самые странные вещи его Бог повелевает и здесь, и дальше делал, да? Да. И все эти странные вещи мы пытаемся объяснить и найти… Я понимаю, да, но вот в смысле в общем… В общем, мы здесь есть, на мой взгляд, здесь есть две вещи, два момента. И то, что, скажем, важно для меня и главное, да, что пророк, он всегда является своим пророчеством, да. То, что с ним происходит, это урок для всех, наглядный урок для всех, да. Мы не изображаем Всевышнего, мы не изображаем шхину, да, мы не изображаем как бы общую душу еврейского народа, но иногда Всевышний говорит, посмотрите, посмотрите вот на пророка, и то, что происходит с ним, это происходит со всем народом, да. Например, скажем, да, можно сказать об Истеру, свитке Истер. Можно подумать, какой смысл в том, что, скажем, по крайней мере, по Раби Мейеру Истера является женой Мардыхая. Возьмем эту версию, скажем, да, вот, и представим себе, возьмем эту версию и представим себе, что происходит. Забирают женщину из дома, дома любимого мужа, которому она привязана, отдают какому-то животному, которому совершенно чужому, чуждому и чужому. Зачем это? Всевышний хочет сказать нам, да, вот, посмотрите на это, это еврейский народ, да, это еврейский народ, он похож на, после того, как он попал в Гаву, он похож на женщину, которую забрали у любимого мужа и каждый день совершают над ней насилие, да. Это тот образ, который создается через Истер. Мы понимаем это всегда, не понимаем, хотим обратить на это внимание или нет, этот образ, он присутствует. Также и Хиске, да, мы увидим в дальнейшем, да, смысл всего, что с ним происходит, повеление сбрить все волосы, лежать на одном боку, лежать на другом боку, да, он становится, да, он становится как бы образом, картиной, театром, театральным действием взаимоотношений Всевышнего и еврейского народа. Через него Всевышний показывает ту связь, которая была, глубокая, которая разрушена, которая разрушена в изгнании и для того, чтобы сыновья Израиля содрогнулись. Я даже не знаю, в картине, которая последует за этим, есть ли какая-то надежда на восстановление. Есть только, скажем, да, вот картина такого разрыва союза. Мы понимаем, что обязательно должна быть другая картина, как дополняющая, которая говорит, что союз не разорван полностью, да, но в данном случае вот эта картина, которая будет дальше, это картина разрыва союза, разрыва отношений между сыновьями Израиля и Всевышним, это одно. А второе – это наглядное изображение осады города и в дальнейшем его падения. Люди, когда говорят об войне, они надеются на быструю победу. Мы видим, что сыновья Израиля надеялись на быструю победу, надеялись на то, что фараон атакует войско на выходный цар, так сказать, с тыла, разобьет его. Но надеялись на быструю победу, они совершенно забывали о том, или, скажем, Всевышний напомнил им, указал, что на самом деле их ожидают тяжелые осады, страшные осады, страшные мучения в этой осаде, поражения и рассеяния по всему миру. Показать наглядно, потому что они понимают, слова не доходят. Показать им наглядно, как человек, как люди страдают в осаде. Такой прием есть, так можно сказать, Всевышний применял, ну, такие условные слова, да, прием Всевышний применял и в отношении других пророков. Пророк Ешаягу должен был ходить обнаженным, есть спор, полностью обнаженным, полностью обнаженным, но в любом случае это тяжелое повеление для человека, на котором пребывает Божественный Дух. Он должен был ходить обнаженным для того, чтобы показать, как будет угонять пленников, как будет угонять пленников Сен-Кирив из Аждода. Почему из Аждода и так далее. Все это можно объяснить, но важно было донести, понять, что донести до страны Израиля, что они напрасно рассчитывают на легкую, быструю победу, что Сен-Кирив пройдет по всей стране, он будет властвовать и на побережье, и как он будет угонять пленников. Это надо увидеть, да, вот идет человек обнаженным, почему ты идешь обнаженным? А вот вы так пойдете, понимаете, и это сильнее, чем слова. Этот прием, так скажем, действия Всевышнего, когда слова не доходят, он показывает, если так можно сказать, пытается показать наглядно. И пророк, можно еще раз сказать, он становится своим пророчеством, то есть он с ним происходит, он показывает, показывает, показывает через его страдания, через страдания пророка показывается страдания всего народа. Иногда эти, если так можно сказать, эти страдания, они не видны, так сказать, они спрятаны. Это страдания души, которой человек загоняет очень-очень душу свою, загоняет далеко и не понимает, что его душа страдает. Всевышний показывает, что его душа страдает. Мы с этим с вами столкнемся, как раз в этом рассказе. Так все вроде благополучно, как сестер. Все вроде благополучно. Но задумайтесь на секунду, что душа народа страдает, так же, как женщина, которую оторвали от любимого мужа. Что-то похожее здесь происходит с Ескеем. Вот это такие предварительные слова. Вопрос очень правильный, я благодарен за него. Но нам будет легче, когда мы подойдем и посмотрим текст. Тогда, может быть, нам будет легче понять. Хочется что-то еще спросить? Ладно, тогда мы с вами закроем наш форум. Еще раз хочу подчеркнуть, что мне кажется, что мы заняты с вами очень-очень важным делом, изучением пророков, по крайней мере, попыткой понять текст пророков. Мне кажется, знаете, как-то есть собственное достоинство у народа. Собственное достоинство к народу Израиля вернулось в значительной степени, когда у нас образовалось государство. Образовалось оно не просто так. Естественно, оно образовалось при помощи свыше, но оно образовалось благодаря самоотверженной борьбе тысяч и тысяч евреев, благодаря их мужеству, благодаря тому, что жертвовали своей жизнью. И вот стало государство. И это вернуло нам достоинство. Мы уже не рассеянный народ, мы не те, про кого говорят, что мы не умеем воевать и так далее, не умеем защищать себя. Вот нам вернулось достоинство. Мне кажется, что значительная, так скажем, степень нашего достоинства или часть нашего достоинства должна вернуться к нам в том, что мы должны понять свои книги, мы должны прочитать свои книги. Это относится и к пророкам, это относится и к Талмуду. Их надо прочитать, довести до такого состояния, когда они читаются как художественное произведение. Тогда мы что-то и поймем сами, и что-то сможем сказать другим. Так что наше изучение – это также борьба и за возвращение достоинства еврейскому народу. Потому что человек, который не может прочитать, он или читает, и не понимает. Мне кажется, что он не уважает себя. Хорошо, спасибо большое. Если что-то сказал лишнее, прошу прощения, я с вами делюсь. Делюсь самым сокровенным. Всего-сего самого доброго. Надеюсь, до встречи. Сейчас я остановлю записи. Всего доброго. Всего доброго. Остановлю записи и буду отключать тогда нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok